В последнее время гражданские войны все больше привлекают внимание исследователей. В начале 21 века эта тема, к сожалению, становится все более актуальной. Одна из первых моих книг была про символы революции. Но не описание символов, а как символы используются во время политического процесса. Ну а про какие-то другие книги я расскажу сейчас. Нас интересует очень язык гражданской войны, как он проговаривался. То есть нас интересует, если угодно, нулевой цикл гражданской войны. Вот как война готовится к культурным отношениям. Гражданская война это не просто. Нас интересуют культурные измерения процесса скатывания в гражданскую войну. И в частности интересует нас история использования понятия гражданской войны. Кто и когда использовал. А также нас интересует культура вождизма, ну что связано и отчасти с некоторыми моими, но и не только моими взглядами. Профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий прочитал лекцию в РАУ на тему «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа вождя народа». Мне кажется, что вот вопрос о политических лидерах, как они себя представляют, он очень важен, в особенности в условиях политических кризисов. Ну и я жду от этой лекции. Меня очень интересует реакция аудитории, потому что в Ереване большая гуманитарная традиция, и очень важно, и я надеюсь, полезно опробировать свой доклад в разных аудиториях. В лекции речь шла о том, как подготовка к гражданской войне повлияла в создании, тиражировании и восприятии образов вождей. Основное внимание было уделено репрезентациям Керенского и Корнилова. Политические кризисы 1917 года рассматривались как своеобразные лаборатории разработки языка гражданской войны.